Уважаемый Азат Бердин, к сожалению, не знаю отчества. Кандидат философских наук, башпорт по национальности. Ну, вообще, в принципе, я хотел бы сначала у вас спросить. Скажите про себя. Ну, что я могу сказать. По имени отчества я Бердин Азат Тагирович. Я действительно кандидат философских наук, как вы совершенно правильно сказали. Я являюсь ведущим научным сотрудником Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Помимо этого, я эксперт, то есть член экспертного совета Федерального агентства по делам национальности России. И, кроме того, Институт стратегических исследований – это чисто экономическая, то есть чисто академическая работа. Помимо этого, я являюсь директором Центра социокультурного моделирования по развитию общественных культурных наук. Это уже наша собственная команда, работая по таким отдельным проектам, как, например, школа молодого этнополитолога на грант президента Российской Федерации. Вот вкратце, в общем-то, и все. Ну, это очень круто, на самом деле, да? Смотрите, не знаю, позволяет мой уровень, так как бы сказать, на уровне общаться с вами или нет. Ну, просто предлагаю вам, как разговаривать со мной и с моими, ну, как сказать, подписчиками. Ну, на уровне не знаю, на том, что как будто мы ничего не знаем. На самом деле мы ничего не знаем. Но интересует нас очень много. В принципе, здесь разницы я большой не вижу, поскольку с любыми грамотными, просвещенными, адекватными людьми нужно обращаться всегда, общаться всегда одинаково. Естественно, уровень знаний у всех у нас разный. Что-то я не знаю, что-то вы не знаете, это нормально. Что касается просвещения, то это как раз одна из наших задач. Я всегда ее считал очень важной, что все мы должны делиться знаниями друг с другом, всеми знаниями, которые у нас есть. Кто-то делится знаниями в науке, кто-то в религии, кто-то в технике, кто-то еще в чем. У нас это особенно актуально, потому что гуманитарные науки, они тем отличаются от всех остальных, что не всегда создается иллюзия, что каждый человек может на них все знать. Это немножко не так. Но сама эта иллюзия, понятно, почему возникает. Потому что эти науки, они задевают общественные интересы людей. История, это же как бы наше интересное, прокинутое в прошлое, она всегда задевает нас. Поэтому понятно, почему люди всегда ее интересуются. Более того, человек, не интересующийся вообще своей историей, он как-то выпадает из общества. И поэтому задача экспертов, безусловно, вести просвещение. То есть, чтобы люди при этом понимали, что такое настоящая история. И, конечно, все полностью передать невозможно, потому что каждый абсолютно человек, у специалиста, хоть в своей области. Но какие-то основные такие штрихи, я думаю, мне и моим коллегам, в своей области передавать удается. Ну, хвала Всевышнему. Вообще, из философии вышли, говорят, все современные науки. Из философии. Поэтому отсюда вот такое, что вы, скорее всего, знаете много чего из обширного спектра знаний. Вот у меня вот вопрос возникает самый первый. То, что интересует Ногаев очень сильно. Как связаны башкиры и Ногаи? Может быть, это такой детский вопрос, но все же. Это для меня очень важно. Он настолько не детский, что он достаточно сложный сам по себе. Хотя бы потому, что... Понимаете? Еще ведь в разное время по-разному понималась та идентичность, которой сейчас обозначаются наши народы. Что такое Ногаев, что такое Башкуртар. Это по-разному понималось, разные исторические эпохи. Историческая связь, безусловно, существует. Востоку поскольку в свое время, после распада фактического Золотой Орды, когда как раз возникли такие государства, как Мангутский юртуб, Ногайская Орда, Казанское ханство, Сибирское ханство и так далее. Башкирия, как территория обитания башкирских кланов, она оказалась разделена как раз между этими государственными образованиями. Причем Ногайская Орда, как ее называют со стороны, она достаточно сильно отличалась по своим политическим устоям и от башкирского общества, и от обычных ханств. Дело в том, что в Ногайской Орде главную роль играли не ханы. Я думаю, знаете, ханы были только подставными лицами, и в роли никакой основной не играли. И именно поэтому многие историки, в частности, Азнабаев Влад Ахмирович, это один из лучших историков, поскольку старый, вот он достаточно углубленно занимался этой проблемой, и он описывает, какие противоречия возникали между башкирами и Ногаями на территории Башкирии, естественно, в то время. И почему? Дело в том, что у башкир основное – это их вотчинное право на землю. Это основа их силы, основа их жизни во всей их истории. А это вотчинное право на землю, оно должно подтверждаться сюзеренам. А сюзеренам тогда по закону мог бы чингизит сам по себе. Понимаете? И те устои, которые поставил во главу угла Идыгей при основании Ногайского общества, они вот в эту концепцию, они в это не вписывались. Он же говорил, что я, в общем-то, совершенно, меня не заботят, что я не являюсь чингизитом. Ну, не являюсь, не являюсь. У меня есть своя родословная, она от святого Бабата Кляса и так далее. То есть они себе давали другое обоснование, другое, другое. И так далее. Башкир это не касалось. Именно поэтому очень часто многие башкирские ли, они присягали ближайшим чингизитам, то есть, например, к тем же казацким ханам, у которых как раз ощущалось, в отличие от Ногайской арты, недостаток в воинственных союзниках. Вот в Ногайской арте с этим проблем не было. Их у самих таких-таких товарищей много. Потом, ну, в общем-то, это достаточно долгая история. Я же говорю, я только начал на скидку один из сюжетов вспоминать. Дальше можно рассказывать о том, как изменилась ситуация с принятием российского подданства. Мало кто знает, например, что на самом деле вот это добровольное принятие башкирами российского подданства, оно в случае не совсем уникальным, на самом деле. Дело в том, что одновременно, если не раньше их, российское подданство добровольно принял бей большой Ногайской арты, Исмаил. Исмаил. Он возникал именно по той причине, что башкиры, получается, минуя их, сами добровольно приняли подданство царя. Причем это подданство, оно принималось именно непосредственно на царе. Именно, то есть они получают не через каких-то посредников, а именно как политическое тело. Каждый башкирский клан присягает отдельно. Потому что им нужно подтверждение их отчинного права на землю. И они как раньше присягали ордынским ханам, так присягают ему. А Ногайский вей, он считал, что это неправильно, потому что только он может присягнуть царю, а он же претендовал на то, что башкиры должны оставаться его куплены. Но тогда это не получилось. Между прочим, в те времена, я почему говорю, чтобы не так-то просто говорить, точнее не так-то просто их объяснять, потому что даже среди историков это считается в Испании простой проблемой. Потому что достаточно сложно было разделить даже, где, грубо говоря, кончаются башкиры и начинаются Ногай, и наоборот, где Ногай начинается Ногай, кончаются башкиры и все времена у нас. Вот, например, в шажере того же клана Юрматы у нас, когда описывается вот этот период, что когда они все собрались на сход и стали решать, что делать в данном случае, как понимать предложение русского царя. И часть из них решила уйти на Кубань вместе с Ногайцами. Ногайцы говорили, давайте уходим. А часть Юрматы осталась здесь, осталась башкирией, осталась башкириями. Та часть, которая ушла, они, естественно, будут Ногайцы. Это само собой. Та часть, которая осталась здесь, даже если среди них были мандиты, например, они, естественно, потом станут башкириями. Это само собой. Это достаточно сложная такая интересная вещь. Бывали разные, потом бывали и конфликты, и столкновения. Это тоже совершенно нормально. Но в целом их история очень тесно переплетена. Она очень тесно переплетена, очень интересная история сама по себе. Очень много интересных моментов, которые малоизвестны. Но я думаю, у вас еще будут вопросы, мы про это еще поговорим давайте в пути, потому что я говорю, мне даже сложно остановиться на каком-либо одном сюжете. Их много. А я не специалист именно по этой проблеме, но их много даже наскольких. Понятно. Ну вот скажите еще про Хакназара. Вот эти мелочи, которые меня так сильно интересуют. Как он оказался у вас? Его же нагайцы ставили, по-моему, даже ханом Башкирии, насколько я знаю, прежде чем поставить ханом казахского ханства. Знаете, вот этот вопрос о Хакназаре, о вот этом конфликте в Великой Степи, о казахском ханстве и так далее, он тоже достаточно сложный. Я, наверное, не возьмусь его подробно объяснять. Лучше я рекомендовал бы обратиться именно с этим вопросом, потому что он один из стержневых работ моего коллеги. Илдаши Юсупова. Вы его, безусловно, знаете. Вот он про это может рассказать подробно, потому что у него была в свое время монография, посвященная Башкирии этого периода. И там достаточно подробно рассматриваются самые различные сюжеты именно этого периода, в том числе и как раз период Хакназара. Понимаете? А это? Принято, если ты не являешься в чем-то специалистом, лучше отосвать к настоящему специалисту. Ну, хвала Всевышнему. У Башкортов очень много специалистов по разным сферам знаний. У нас, наверное, говорится, не так уже сильно много, поэтому мы обращаемся к вам за помощью тоже. Я так понимаю, что... Я думаю, что если я смогу, я всегда отвечу. Просто если я вижу, что кроме меня тут есть кому отвечать, именно по данному вопросу, а Юлдаш Юсупов от Маши сейчас на состоянии протянут руки, можно сказать, в бег интернет. Вы же его безусловно знаете. Про происхождение Башкортов тоже, наверное, лучше у Юлдаши обея спросить, да? Это очень сложный вопрос, про происхождение Башкортов. Но несколько слов я скажу, чтобы это популярно было. Какие такие самые общие черты, самые интересные. Дело в том, что Башкиры, они сами по себе многосоставны. И самое интересное, что они этим гордятся. Они это прекрасно знают, потому что у очень многих народов вот этот такой национальный, этнический миф существует, о том, что вот они как произошли от какого-то одного народа, и так все идут, идут, идут. На самом деле это, конечно, неправда, потому что любой народ состоял как минимум из нескольких разных компонентов. Но далеко не у любого народа наблюдается такое, что они сами, в том числе в своих легендах, в Кританиях, подробно рассказывают, откуда кто пришел. Кто-то пришел с Кавказа, как в Бурзиане, кто-то из Средней Азии, чьи-то предки здесь оказались еще во времена Сармазского мира, кто-то из Уграфинов. Все они накладывались на местный автостольный субстрат. То есть все это достаточно сложно. И что их объединяло? Их объединяла структура. У них очень интересная структура сама-сама по себе. Вот здесь право по Болжье, она такова, что она отличала их от всех остальных соседей. Потому что ни у татар, ни у русских, самых близких с ним соседей, не было клановой системы. А что такое клановая система? Это вот, это вещь знакомая, скажем, тем же нагайцам, тем же казахам. А что такое татары, что это такое? Не понимают. Крымские татары понимают. Нагайцы само собой понимают. Потому что у них тоже есть деление, например, на роды, на кланы. У казахов оно и, хотя оно носит несколько иной характер. А у татар, например, его нет. Нет у татар, нет у чувашей, нет у мурдов, нет у русских. А у нас есть. Но оно почему у нас сохранялось? Надо понимать. Потому что оно имело очень важную роль именно для башкир и для их самосознания, которое объединяло их. В отличие от других, у них не было деления никогда на белую и черную кость. У них не было такого жесткого деления на высших и нижних. Конечно, аристократия не существовала, у любого народа она есть. Но она не играла такого самодавляющей роли, что мы белые кости и остальные. И у них не было иерархии этих кланов. То есть формально даже такой, скажем, громадный клан, как клан Табын, Клан Табыны или Крючаки, например, они формально равны клану Тунгау, например. Небольшому подноситься. И так далее. То есть формально они все равны. Понятное дело, что в реальной жизни все это будет немножко не так. И, естественно, более сильный клан будет обладать большим ресурсом, в том числе земельным. Но каждый из них обладает коллективным очень правом на землю. По той земле, на которой живет, и которой пользуется. И, соответственно, одинаковыми политическими правами. Эта схема, она очень жизнеспособная как раз в состоянии такого пограничья, в котором жили башкиры. То есть на стыке разных культур, на стыке разных государств. Грубо говоря, людям, которым постоянно приходилось воевать. Дело в том, что такую систему захватить, покорить военные силы достаточно сложно. Вот простейший пример. Любую государственную систему на самом деле покорить легко. Достаточно снести верхний слой, как усказанским ханством произошло. Вот эта небольшая дружина потомков хана Мухаммеда, которые в свое время пришли и сели на Казань, которых местные называли татарами. Самые местные татарами не являлись, а их позже называли Исачная Чуваша. То есть это люди именно, как Судомир Исхакович стал соответствующий черному люду в Руси, например. То есть податное население. Оно не категорически не смешивалось с вот этим верхним слоем. А верхний слой администраторов, служилых людей, он очень узкий. Достаточно было Ивану Грозному прийти, ханство ликвидировать, этот слой либо взять себе на службу, либо просто разогнать, а он маленький, он небольшой, это легко сделать. Как все естественно само население тут же предстоит быть политическим телом, оно вписывается в другую структуру московского государства. С башкетскими кланами все совершенно иначе. Востоков, поскольку вот эта горизонтальная мобильность, горизонтальные связи между кланами, то есть когда каждый клан формально равен другому, они делают невозможным положение, когда захватишь один центр, и ты уже захватил все. То есть с каждым кланом опять придется договариваться отдельно. Ну, кстати, это немножко похоже на помнить, когда перси вторгнули Дагестан, например, я думаю, эту историю как такая, знаете, и дагестанцы оказали настолько отчаянное сопротивление, что войска найдет шахшу, что очень плохо. Это было еще именно потому, что там невозможно, захватив одно место, сказать, что ты держишь в виде Дагестана. В каждом селе тебя встречают заново, в каждом ущелье выходят новые воины, и ты каждый раз винулся сражаться заново. Задавив числом кого-то, невозможно покорить стран. В Башкирии было примерно то же самое. Именно этим объясняется их упорство во время башкирских восстаний, которые вплоть до середины, почти до середины XVIII века носили в общем-то характер успешных восстаний. Эти мятюжи были успешны. Они очень часто добивались хотя бы частично своих целей и всегда являлись именно политическим субъектом. Несмотря на то, что государства как такового у них не было. То есть они могли приглашать себе на ханство кого-либо, как вот Карасакова в 1740 году или как несколько раз приглашали Султан Муратов Хаджи Султана и так далее в начале XVIII века. Но так же легко от них отказываться. То есть политическое тело было, но главным там было естественно хан. Это вот вы правильно заметили такое клановая система как в Чечне допустим изначально было давным-давно Дагестане как в Афганистане в Афганистане то же самое же было туда ходит мощнейшая армия мира но ничего поделать полностью не может потому что там каждый раз приходится договариваться заново каждый раз вот возникает вопрос у меня по поводу самосознания башкортов я сам лично встречался у меня друзья башкорты были многие из них даже башкирский язык не знали к сожалению я им рассказываю что знаю они такие ооо не может быть ну удивляются и тут же забывают можно сказать на данный момент я сейчас тоже очень сильно общаюсь с нагайцами но со своими нагайцами самосознание очень сильно повышается последние 2-3 года особенно а так и до этого тоже было вот как сейчас обстоят дела с башкортским самосознанием не себя ощущают башкортами отличающимися от других например татары претендуют на всех в том числе на башкортов тоже чем отличаются чувствуют ли сам ощущают ли себя отдельным народом да я вас услышал с языком там дела обстоят ну как вам сказать достаточно сложно да это легко объяснимо потому что смотря с кем сравнивалось если сравнивать например с теми же нагайцами очень активная часть которых находится на Кавказе то это совсем другой мир надо понимать что Кавказ это совсем другой мир он не хуже и не лучше он просто другой Башкирия как и татария это очень индустриальные регионы понятное дело что в советское время все развивались очень быстро индустриализация везде была но Башкортостане Татарстане это именно территория глубинной России там все развивалось очень быстро например я вам скажу тогда не про язык а про религию сначала в отличие от Северного Кавказа и вообще от Кавказа там атеизация была фактически сплошной то есть на самом деле у нас религиозная традиция была по сути первой то есть башкиры и татары конечно знали что да они мусульмане они точнее мусульмане а мусульманские народы то есть раз ты башкир или татарин значит ты мусульмане но про ислам уже сами понимаете ничего почти не знали понятное дело что в советское время и на Кавказе уже достаточно мало знали про ислам но все-таки он во многом сохранялся по крайней мере намного сильнее чем башкир несравнимо сильнее там еще какая была особенность особенно на северо-восточном Кавказе Дагестан Чечня связана кстати говоря с тейповой системой например в Чечне там ведь насколько я знаю не только на этническом а даже на субэтническом уровне то есть на уровне отдельных вот этих тейпов отдельных тухкомов отдельных сообществ оставалась память о привязке к каждому определенному вирду например к определенному шейху к определенным местам и так далее я сейчас не буду говорить о том о спорных моментах в этом плане но в любом случае это сохранялась память оба с вами живая память в Ашкортостане этого почти не сохранилось фактически потому что у них такой тейповой системы не было не сохранилось то что я вам говорил о кланах это бытовало где-то до начала 20 века потому что клановая система у нас была тесно связана с вотчинным правом на землю нет вотчинного права на землю нет и клановой системы она просто не нужна люди о нем что-то еще помнят то есть могут помнить вот мой дед конечно помнит что он карагайгирейкапсаг поэтому именно поэтому у нас никакой опасности париболизма то есть борьбы там между кланами между племенами не существует именно поэтому ее можно спокойно развивать не боясь того что это как казалось им общество что там будет какое-то соперничество между вашим старшим сузами близко в таком нет Наоборот, это у нас только исторический интерес к этим вещам, и еще национальный, потому что, повторяю, он сразу позволяет отличить тех же башкир от, например, наших братьев татар, которые очень похожи, но у которых не было укладной системы, соответственно, памяти. Они не понимают просто, что такое бурзян, тусак, герматы, что это такое, понимаете? Так вот, но возвращаясь к вашему вопросу, поэтому для нас получилось так, что религия была связана с нацией, а не наоборот. То есть, когда Советский Союз распался, образовался такой идейный вакуум, и люди начали заполнять его, как правило, национализмом, умеренным, неумеренным, следующий вопрос. То, как правило, религия играла роль такого маркера, что раз башкир, значит мусульмания, раз татарин, значит мусульмания. Знание это не прибавлялось совершенно абсолютно у людей, потому что, я повторяю, это был очень стереализированный регион. Там давно все стали советскими людьми. С одной стороны, конечно, отначально, что это люди достаточно современные, а с другой стороны, утрата многих полезных вещей. С языком положение тоже, оно отличается, вот тоже, примерно в ту же сторону, как и на Кавказе. Дело в том, что у нас смешение очень сильное, в том числе и прежнациональные браки очень сильны, но к ним относятся люди хорошо. И само по себе, поскольку, поскольку регион индустриализованный, то естественно распространение русского языка было очень сильным. Очень сильным. И поэтому башкиры у нас, они как минимум трехязычные. Но не в том смысле, как на Кавказе. На Кавказе тоже много трехязычных людей, которые, они знают по нескольку языков сразу, потому что хочешь жить, умею вертеться. У нас такие полиглоты, это редкость, в общем-то. У нас немножко все по-другому. Но дело в том, что сам народ разговаривает либо на литературном башкирском, то канон башкирского языка, который был официально полностью модифицирован в начале 20 века, либо на северо-западном диалекте башкирского языка. Это так называемые татаро-язычные башкиры. На самом деле это просто один язык диалектов, но он очень похож на татарский язык. Поэтому для простоты иногда называют татаро-язычные башкиры. И естественно русский. Его и так знают все, но некоторые еще и своего родного не знают. Но тут есть интересная вещь. Вот я могу по своей семье суть. У меня дед, естественно, знал башкирский очень хорошо, его родной. Настолько, что русскому ему надо было учиться. Хотя, естественно, он его выучил. Естественно, он стал достаточно успешным человеком. В войну он с рядового до гвардии Кафтана дослужился. Потом он был первым геофизиком в Башкирии и так далее. Очень современный, успешный, очень уважаемый человек. Но, естественно, на русском он говорил с акцентом. Мой отец по-башкирски, естественно, понимал. Мог говорить, но уже не думал. Думал он по-русски. Я, к сожалению, и думал по-русски, и говорю в основном по-русски. Это уже третье городское поколение горожан. А вот мои дети, мои дети, там обратный процесс пошел. Думают они по-русски, я думаю. Но уже свободно говорят и по-русски, и по-башкирски. Они опять уже владели языком. Да, потому что среди городской молодежи, по крайней мере, среди институтальной, институтально развитой башкирской молодежи, это уже тренд такой. Детей отдают в башкирские школы, сами говорят, стараются говорить в башкирске. Если самих плохо получается, то, значит, говорят заставящим людям, роднее деревню, и так далее. Короче, говорите, дети опять говорят по-башкирски. Правда, здесь, естественно, множество проблем, но это уже проблемы другого характера. Как скажем, отсутствие детского контента. Потому что дети же, они в основном не учебники даже слушают. Их вышки, а интернет. А в интернете с башкирским, татарским, ногайским контентом, сами знаете, в ютуб-каналах сложно. Но про это как раз, опять же, очень хорошо и много говорит мой коллега Иудаш Усупов. У него больше прав на это, он просто всеми намного напоедливает. Вот примерно так обстоят дела сами по себе. Ну, в принципе, вы почти ответили на следующий вопрос. Он исходит из предыдущего. То есть, имеется в виду для того, чтобы малый народ и вообще любой народ разговаривал на своем языке, исповедовал свою религию, культуру. Для этого нужен большой рынок. Насчет религии. У нас, да, аль-хамду-ля-ля, у нас мусульмане имеют большой рынок ислама. То есть, имеется в виду, есть университеты, институты, курсы, и там другой исламский мир поддерживает. А именно конкретно на уровне национальности, национальный язык, национальная культура, она сама по себе выжить не может. Она сама по себе выжить не может. Потому что она имеет маленький рынок сбыта, проще говоря. Как вы говорили, на башкирском языке мультфильмов нету, к примеру. На Ногайском тоже самое. И все остальное. А вот, смотрите, я к чему вопросу введу. К следующему вопросу введу. Татаризация общества, как бы. Может быть, она полезна? То есть, имеется в виду, это будут татары, это уже будет как бы вторая или третья национальность будет в России, которая, в принципе, могла бы на себя подтянуть. И Ногайцев, которые похожи на них, да, и башкортов, которые похожи на них. Даже если они не являются татарами, все равно, как бы, близкий нам язык развивался бы, имел бы рынок сбыта для мультфильмов, там, для всего остального. Ну, просто вот я сам-то так не думаю, просто предполагаю, что так думают татарские. Я понял, понял. Татары. Просто сам вопрос такой. Да, хорошо, я на него отвечу. Вот с той точки зрения, про которую вы сейчас рассказали, я с ней не согласен, и вот почему. Практика показывает. Ну, во-первых, начнем с того, что... Начнем с второй по численности национальной группы в России, да. Дело в том, что это всем понятно, что на самом деле это всего лишь такая образная фраза, образное выражение. Да, формально, если посчитать, то получается, что татары это вторая по численности нация в России. Но на самом деле она намного ближе ко всем остальным нациям в России, а не к первой по численности, поскольку разница между 5-миллионным народом, как татары, и полуторамиллионным народом, как башкиры, намного меньше, чем между 5-миллионным, и 120-миллионным народом. Именно поэтому башкиры совершенно не ощущают татар гегемоном и так далее, потому что они разницы большой не видят между своим положением и их. То есть, да, конечно, татар больше. Татар больше. Но не настолько больше. Это не подавляющее большинство, как в случае с русским. Понимаете? Разница, поэтому, совершенно другая. А поэтому они никогда их функциональный проект, происходящий в свой собственный, не признают. Все, которые признают, они уже стали татарами. Они поддаются татаризации, уходят, выходят из меня. Но практика показала, практика всех последних 100 лет, показала, что сам проект татаризации в этом плане, он провалился. Я не говорю, что это плохо или это хорошо. Просто это факт, что он не смог перевалить даже такой относительно небольшой и очень рост татар по крови, по религии, религии одна и та же у нас. У нас с обоих ханафийский мазхаб, сунизм, естественно, религийский слава. Очень близкий по всему, по очень многим параметрам. Народ как башкистский. Мишари перевалили. Мишари сами являются одной из важнейших составляющих частей татарского народа, которые в общем-то и создавали. Там два основных ядра. Это казанлы, то есть жители Казани, ее окрестностей. Именно они первыми приели на себя название татар, уже как народное название, примерно где-то с конца 17 века там уже вместо исачной чуваши появляются исачные татары. И уже в 18 веке Рычков и Тони Татищев показывают, когда объясняют, что мы зря называем татарами восточные народы, всех там башки и других, потому что это имя популярность не пользуется. Кроме одного исключения, жители Казанского уезда. Вот жители Казанского уезда, они уже тогда становились чем-то новым. Ну, тут не другое даст нас. С Мишарями еще проще, потому что им в своем побожье, а в Большом Русском море, как им еще сохранять идентичность и веру? Им нужно было стать частью чего-то большого. И они стали эту часть сами создавать. Они приняли для себя то, как их называли другие татары. На русских и все восточные народы были татарами. Долгое время. Даже как все западные немцы. Немец это тот, кто просто не понимает, по-русски он немой немец. А бусурманин тот, кто другой веры, татарин бусурманин. Как помните, даже у Льва Толстого, который прекрасно знал разницу между настоящими татарами и горцами Кавказа, у него аварец Хаджимурат татарин, например. И по этому поводу, можно сказать следующее. Вот посмотрите, даже если мы не будем так дальше в историю уходить, то, насколько этот татарский проект оказался способен, он так уже переварил. И так проведена у них очень большая работа в этом плане. Сейчас я на ней останавливаться подробно не буду. Мы можем подробно про это поговорить еще много раз. Но смотрите, хотя бы в ближайшие годы. Вот Казань бравла на себя постоянно. Именно вот эту роль показывает, что татаризм, это такая не только идеология татар, но она как бы защищает, объединяет остальные этносы. Особенно тюлько-мусульманские. Хотя их, в общем-то, никто об этом не просил. И до сих пор часто бывает вот такая претензия, особенно в Москве, на представительство всех остальных. Но при этом, если бы это осуществлялось эффективно, тогда, может быть, об этом и выбор разговора. Но ведь похоже, чтобы татаризм кого-то смог защитить. Вот посмотрите историю с языком, например. Ведь именно Казань, именно наши добрые соседи, они во многом спровоцировали этот конфликт. Я им занимался, поэтому знаю, о чем говорю. Когда Путин в Йошкар-Оле говорил о том, что нельзя навязывать изучение неродных языков, это было вызвано именно положением в Казани. Потому что именно в Казани начали вводить именно по букве закона обучать детей татарскому языку столько же, сколько русского. То есть, грубо говоря, 6 часов русского, 6 часов татарского. И объяснять это тем, что раз русские и татарские по конституции Татарстана равны, значит и языки они должны изучать в одинаковые пропорции. Но ведь проблема в том, что это не дало никаких результатов на самом деле. Кто, кто знал татарский, он и продолжал его знать. А кто не знал, не знает никто. Ситуация, проблема точно так, что и у нас в Башкортостане. У нас же тоже в площадке государственной есть и тоже в Башкортостане в Башкортостане. Столкнулись абсолютно теми же самыми проблемами, что и в Казани. Но у нас никогда не доходили до такого, чтобы пытаться вводить уже по 6 часов Башкортостанского. Понимаете? Это был явный перебор. В Казани в результате возникло мощное достаточное движение. Понятно, что оно еще и инспирировалось. Это понятно. Это само собой понятно. Странно было бы, если оно ниоткуда не инспирировалось. Но там оно было и снизу. Достаточно мощное движение. Общество российской культуры, которое изначально было во главе с профессором Салагаевым довольно лояльно Казани, у них были вполне приемлемые условия тогда. Вот когда они выступали против навязывания татарского государственного школы, у них были вполне приемлемые условия. Если бы тогда на них согласились, все было бы нормально. Какие это были? Они говорили, да мы не против татарского школы в целом. Тогда они так говорили. Пусть здесь учат два часа татарских. Два часа. Все. И русские, и татары. Бархирычу вашу сеть. А вот далее по желанию. Именно этот, вот такой компромисс, давно уже был осуществлен в Башкортостане. У нас в Башкирии тогда два часа учили обязательно. Ну, в разных школах немного по-разному. Вот. Сейчас, одну секунду. У меня тут небольшая проблема с зарядкой. Небольшая проблема с зарядкой. Вот. И остальное уже зависело от расписания, от расписания в школе. Давайте мы на одну секунду буквально прервемся, да? Хорошо, давайте. У меня с зарядкой проблема. Давайте. Спасибо. Продолжение следует...